Выбрасывать окурки из окон транспорта запретили. Митрополит Марк снялся в образе байкера для фотокалендаря, а в хоккейном клубе Родина пообещали разобраться с долгами в самое ближайшее время. Об этом и многом другом далее наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. Россиянам запретили выбрасывать горящие окурки из окон машины поездов. В федеральном правительстве внесли изменения в правила противопожарного режима. По мнению властей, остатки сигарет могут привести к возгораниям в охранных зонах дорог. Нарушителям грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Новогодний подарок от Родины болельщики не получили. В праздничные выходные хоккейная команда проиграла два матча с Архангельским водником и Красногорским зорким. В активе клуба по-прежнему ни одной победы или ничьей, а число поражений уже достигло 15. Стоит отметить, что в интервью информагентству ТАСС главный тренер Родины сообщил, что долги команды, как минимум перед Федерацией хоккея с мячом, уже погашены. В ближайшее время и кредиторам клуба пообещали вернуть деньги. В декабре эта сумма составляла порядка 60 миллионов рублей. Кировчане могут высказаться, довольны ли они своим городом. Для улучшения городской среды в опорном университете проводят опрос о ее состоянии. Все желающие смогут оценить, как содержатся дома, дворы и улицы. Нения будут собираться до февраля. В итоге опроса организаторы пообещали направить в городскую администрацию. Стоит отметить, что в следующем году город продолжит участие в федеральной программе «Комфортная городская среда». В планах привести в порядок 46 дворов. Глава Вятской епархии принял участие в фотосъемках для календаря. С благословения митрополита Марка издан специальный православный мотокалендарь. В нем напечатаны фотографии священнослужителей, в том числе и кировских, в образе байкеров. Календарь скоро поступит в продажу, а вырученные деньги направят остро нуждающимся семьям священников, подчеркнули создатели.